Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Ксюша, это своей зумбой помешанная. Принесли мне кучу футболок, теперь можно изгаляться, ну прям как твоей душеньке хочется. Поэтому я делаю всякие такие футболочки. На общем, сделала такой футбол, потом думаю, что-то я так это, что-то я так в себе. Я прям была уверена, что моя талия 90-60-90, и чтобы сзади было все видно, зачем мне такая спина голая. Поэтому нужно переделывать. И я сейчас сделаю, здесь я по краям сделала вот это вот, да? Вот, а я сейчас посередине сделаю. Я на Алиэкспрессе, если не забуду, оставлю вам, покажу фотографии, увидела, как это, и потом я увидела, как их, оказывается, делают здесь посередине. Немножко меньше нужно делать разрез, да? И почаще делать, и вот такая скрутит. И, в общем, покажу вам такую переделу футболку. Ну, она, конечно, все, не идет, она пойдет в гараж. Или летом, знаете, так загорать, да? Классно, когда 300 градусов, ой, 30 градусов на улице. Так, решилась вам показать эту футболку, как она сзади смотрится. Ну, как-то, да? Как-то, зачем я сделала так на всю спину прям? Ну, еще штук пять можно ухандохать футболочек, и какой-нибудь я такой сделаю, такой, знаете, вау! Так что, мои дорогие? Ладно, шутки в сторону. Теперь я уже приблизительно знаю, что я хочу в этой жизни. Шутка. Буду я вот такую розовенькую, оранжевенькую. Типа. Ладно, промолчу. В общем, нам нужно обрезать рукава и горловину. Надо ли обрезать или не надо? Она все-таки держит. В общем, подумаю. Рукава я обрезала. И теперь нужно спиночку выровнять. Так. Теперь берем линейку. И прочерчиваем ровные линии. Отступать я буду, ну, пусть сантиметров 10 от горловины. А там мы посмотрим. Ну, я вот опять могу же ошибочку сделать. Здесь до конца, потом так идем на убавление по сантиметру. Ну, как до конца, где-то сантиметра оставляем. Даже не надо сантиметр, это много. Вот, допустим, 3. Вот. И пошло вот так на убавление. Сначала одинаково, потом ножницами убавим, да и все. Сейчас я расчерчу. Вот столько возьмем. Так. И теперь будем резать 10 до конца, потом чуть меньше, потом чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше. Ну, и вот так. Раз. Дальше. Уменьшаем. Так. Чуть-чуть. И все меньше, меньше. Вот так, да? Я думаю, достаточно будет, потому что здесь еще нужно будет сделать лапшу на спине. Или еще чуть-чуть сейчас. Сейчас. Так. А теперь... Это у нас спинка. Боком нужно. Теперь вот так вот нужно. Ручки. И видите? И вот так. Вытянуть их, я думаю, будет предостаточно. Или длиннее надо было еще. Нужно было длиннее сделать. Сейчас. Вот так. Ну, все-таки же у меня будет топ под низом. Сначала ее нужно вывернуть. То я ее неправильно. И что делаем, значит? Находим середину. Нужно доску ставить. Так, я доску ставила, чтобы было видно. Находим середину здесь. Ну, у меня здесь самое первое, 32 сантиметра. А потом пошло 30, потом пошло 27 с половиной. В общем, 32 с половиной. 33. 33, это значит 16 с половиной. Ну, вот где-то вот тут. И как мы берем вот эту верхнюю, сюда, нижнюю вытаскиваем. И вот так перекручиваем. Потом берем, вытаскиваем, которая вот эта. Берем, вытаскиваем, перекручиваем. Вытаскиваем нижнюю, нижнюю вытащили, и ее же перекручиваем. Думаю, видно? Берем нижнюю. Вытащили ее, перекручиваем. Так. Ее вытащили. Теперь так же перекручиваем. И сюда. Дальше. И вот последнюю перекручиваем. Сюда. Можно, конечно же, здесь разрезать и завязать. Но мы сейчас вот отсюда вырежем и завяжем. Так вот. Засовываем, так завязываем. Ну, и он будет как это. А можно еще так протянуть. А можно еще здесь обрезать несколько раз. Ну, и пусть пока так будет. Так, давайте посмотрим, что здесь получилось. Здесь натягиваем, натягиваем, натягиваем. Вот так. Сколько можно всего сделать вообще с этих футболов? Перекосилась немножко. Здесь, конечно, тоже можно пристегнуть вот так, чтобы ровно было. Или можно было прострочить. И теперь здесь давайте... Сзади можно сделать лапшу. Это будет классно. Впереди я уже как-то не хочу. Спереди делать. Так. Сейчас. Кому не трудно, можно вот одну спинку только распороть. Но я ее обрежу и сделаю лапшу вытяну. Она будет по размеру даже еще длиннее. Так что делаем вот так. И нужно отрезать вот этот ровненько. Я отрезала. Видите, теперь вперед будет длиннее. Он еще будет подшитый. Будет нормально. А здесь я сейчас линейку вот так отмерю, чтобы резать потом. Как раз на ширине линейки. Так, я не знаю, вам видно или нет. Вот я расчертила. Сейчас буду чекрыжить вот так. Если у кого сразу вопрос такой, как их стирать, стирать их легко. Сетки вот я сейчас постирала, другие покажу. Пока я просто еще не знаю, буду ли я ходить постоянно на эту зумбу. Не хочется мне покупать, тратить, дорогие. Это вот как раз и на Викенштейны шло, и как раз и вам покажу, может кому пригодится. Еще кто девочки худенькие, они берут такие большие папанные. Видите, по бокам здесь разрезают. Потом так же пилят-пилят. И потом между собой завязывают. Вот здесь вот наше. Делают это и вот такое. Делают ту же ее и делают сзади спинка. И получается вот так. Вот. Ну, так как у меня далеко талия. Не 90-60-90. А теперь берем вот смотрите вот так и вытаскиваем. Опа! Я же говорила, что оно теперь будет как раз... Так, вот здесь тоже надо брезать. И оно сравняется. Так, сейчас поднимаем, показываем, как оно вот так смотрится. И он... А впереди... А впереди тоже можно, знаете, здесь где-нибудь сделать. Такие чик-чик-чик. Вентиляции. Да, вот здесь можно сделать. Сейчас сделаю. Амур ему переворщила. Ну ладно, ничего. Ой, на зумби надо такая вентиляция. Там такая жарища. Вообще, там прям... Где еще сделать? Ну, впереди больше не надо. И здесь не хочу. Че, пойдем мерить? Так, ну что, мои дорогие. Наверное, нужно воротник все-таки... Кельманда, да? В общем, тынь-тынь, отрезать его. Вот. Ну, давайте покажу, как. Здесь все нормально, да? Здесь так... Чик! 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 Классно, как спинка. Я хочу сейчас обрезать горловину, и вы посмотрите, стоит так делать или так, или так. Мне кажется, все-таки горловину нужно убрать. Ну что, мои дорогие, пойду келякать. Так, вот горловина обрезалась. Сейчас померю и вам покажу. Так, ну что, мои дорогие, воротника нет. Не знаю, надо было это... Вот здесь как бы это... Ну, это хорошо. Для зумбы, вот знаете, это вообще прекрасно. Чтобы двигаться... Смотрите, как я усовершенствовала. Сзади спиночку. Нормально? В общем, как-то вот так. Спереди я не захотела, чтобы открывалась. Я люблю, когда спереди длинно. И танцуют все. Ну вот и все, мои дорогие. Если вам понравилось, ставим пальчики вверх. А кому не понравилось, извините. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok